Дорогие друзья, продолжаем изучать книгу «Наука быть великим» автор Волос Боттл. Это приложение к этой книге «Самостоятельность личности» из обращения Элизабет Кейди в Стентон к Американскому конгрессу 18 января 1892 года. На чём я здесь остановилась? Сейчас посмотрю, наверное, всё-таки я пересяду на мой такой эксклюзивный балкон. Шикарнейшая погода в Санкт-Петербурге. Сейчас я пересяду. Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге. Он пишет себя более крупным планом, конечно, на зарядку, на компьютерную зарядку. Предмет, к которому я хотела бы сегодня привлечь ваше внимание, это, я уже как бы сказала, что это изобращение Элизабет Кейди Стэнтон к Американскому конгрессу 18 января 1892 года. Предмет, к которому я хотела бы сегодня привлечь ваше внимание, это своеобразие каждой отдельной человеческой души. Партистанская идея, право на свободу совести и собственное мнение, республиканская идея, индивидуальное гражданство. Обсуждая права женщин, мы должны прежде всего определить, что присуще женщине как индивидуум в ее собственном мире, женщине как властительнице собственной судьбы, как воображаемому Робинзону Крузо, но уже за своей подругой пятницей на необитаемом острове. Ее права в подобных обстоятельствах состоят в том, чтобы использовать все свои возможности для безопасности и счастья. Обособленность каждой личности и необходимость самостоятельности должны обеспечить каждому индивиду право выбирать свою сферу. Природа никогда не повторяет себя, и возможности души одного человека никогда не встретятся в другом. Важнейшей причиной того, чтобы дать женщине возможность получить высшее образование, в полной мере развить свои способности, разум и тело, достичь наибольшей свободы мыслей и действий, напрочь отрешиться от всех форм зависимости, обычаев, суеверия, ирдевения, калечащего давления страха является ее самостоятельность и личная ответственность за свою жизнь. Это страница 85-й книги «Наука быть великим» приложения Б. Первостепенная причина того, почему мы требуем для женщины голоса в правительстве, которая ведает ее жизнью в церкви, добивающейся от нее веры в общественной жизни, где она важнейшая сила, требуем для нее места в производстве и профессиональной сфере, где она могла бы заработать на жизнь, заключается в том, что женщина по рождению имеет право на независимость, а также в том, что, будучи самостоятельной личностью, она должна рассчитывать только на себя. Неважно, насколько женщины предпочитают полагаться на чью-то помощь, иметь защиту и опору, неважно, насколько мужчины ждут от них именно такого поведения, но так или иначе, женщины должны совершать свое жизненное плавание в одиночку и в интересах собственной безопасности, им необходимо бы иметь представление о законах навигации. Чтобы управлять своим судном, мы должны быть капитаном, пилотом, инженером стоять у штурвала с карты и компасом, читать знаки на небесном своде, приспосабливаться к ветру и течению и знать, когда поднять пору-фа. Это имеет значение независимо от того, кто этот одинокий моряк, мужчина или женщина. Природа наделила их равными возможностями перед лицом опасности. В одной и той же ситуации оба могут как выжить, так и погибнуть. Чтобы оценить стремление любой человеческой души к независимым действиям, задумайтесь на мгновение о безграничной самостоятельности личности. Мы приходим в этот мир одни, в отличие от тех, кто покинул его раньше нас. Мы уходим из него в одиночку, в обстоятельства, свойственных только нам. Ни одна душа, запущенная в море жизни, не похожа на другую. Никогда и нигде больше не повторяется окружение, в котором прошли ее детство, юность и зрелые годы. Как не бывает в природе двух одинаковых травинок, так не бывает и двух одинаковых душ. Понимая огромное многообразие человеческой природы, можно представить, в какой потере для нации является наличие любой крупной необразованной прослойки общества, не представленной в правительстве. Мы призываем к полному развитию каждой личности, и прежде всего ради ее собственного счастья и благополучия. Заботясь о нашей армии, мы даем каждому солдату ее собственный рюкзак, оружие, одеяло, чашку, нож, вилку и ложку. Мы в одинаковой степени обеспечиваем их потребности, а в дальнейшем каждый человек сам несет свою ножку. Мы призываем к полному развитию ради всеобщего добра, ради достижения консенсуса, а по всему объему человеческих интересов, по всем вопросам. Здесь каждый должен нанести свою часть общего бремени. Печально видеть, как дети, брошенные на прояву судьбы, вынуждены нанести свое бремя еще до того, как смогут анализировать свои чувства и поделиться собственными печалями и радостями. Великий урок, который учит нас природа во все века и времена, это самостоятельность, самозащита и самоподдержка. Самостоятельность, самозащита и самоподдержка. В числе самых горестных страданий мы ищем утешение у самих себя. Наши самые горькие разочарования, яркие надежды и амбиции, поражения и победы известны только нам. И даже с друзьями и любимыми мы не всегда делимся самым сокровенным. Состояние короля на троне и заключенного в тюрьме отличается по характеру и степени, но при этом оно неравно остается самостоятельным. Но при этом оно все равно остается самостоятельным. мы не просим других, а сочувствия, сгорая в агонии разбитой дружбы или утраченной любви. Когда смертью наших близких, мы одиноко сидим и скорбим и в печали. Самые великие победы и черные трагедии в жизни мы преодолеваем в одиночку. Даже вознесясь до высот героя или святого, мы находимся там одни. Это речь. Это речь в Конгрессе, я читаю с приложением В, это речь американскому Конгрессу Элизабет Кэйди Стэнтон. В невежестве, бедности и пороке, будучи нищим или преступником, мы голодаем или воруем в одиночку. В одиночку переносим на смешки и непонимание своих товарищей. Спасаемся от преследования в темных закоулках и на шумных транспортах. Стоим перед судом, сожалеем о своих бедах и преступлениях. Сидя в тюремной камере в одиночку, идем за них по решению суда на эшапот. В такие моменты мы осознаем ужасную обособленность человеческой жизни, ее обстоятельства, наказания и страдания, в моменты, когда маленькие, практически беспомощные создания, брошенные на произвол судьбы, вынуждены искать в себе пропитание и утешение, понимать, что жизнь сражения, что каждый солдат должен быть оснащен всем необходимым для своей защиты и при этом лишать человека его естественного права. Это вера жестокости. Мешать, ну, знаете, вот эти два абзаца, которые я прочитала, не знаю, может быть, их еще надо, может быть, это 1800, знаете, это было так давно, в общем, честно говоря, я даже, в общем, ну, так написано, я не знаю, то есть, в общем. Это вот такая речь, я, в общем, читаю, и сначала решила, думаю, там, прочитаю, прочитаю, был прочитан, а теперь я просто подряд читаю. Вот. Мешать получению образования то же самое, что выколоть человеку глаза. Отрицать право собственности то же, что отрубить ему руки. Отрицать политическое равенство значит начисто лишить людей самоуважения, доверия на рынке, вознаграждения за труд. Голоса среди тех, кто создает и правит законы, выбора присяжных, перед которыми им предстоит предстать и сути, которые выносят им приговор. Лишение, лишенное своих естественных прав, ограниченное законом и обычами женщина, вынуждена в одиночку бороться с несправедливостью и рассчитывать только на себя. Шестнадцатилетняя девушка, выброшенная в море жизни, должна сама о себе заботиться, найти свое место в обществе, противостоять искушениям и соблазнам и сохранять незапятнанную репутацию. Для этого ей нужно обладать врожденной силой или превосходным образованием. Она не обретает эту силу, если ее будут учиться доверять другим и не доверять себе. Если девушка устанет бороться и решит путь по течению, то найдет компанию себе подобных. И никто из этой компании не сможет разделить ее отчаяние в моменты глубочайшего унижения. Если же она попытается восстановить свое положение, скрыть прошлое, ее жизнь будет наполнена страхами, пока руки сами не разорвут вуай, за которые она столько времени пряталась. Ну вот так вот пишет. Вотемьдесят девятая страница. Читаю, как написано. В общем, как-то сочетаю. Немножко, в общем, как... Ну да, в общем, вот так. Юная и беззащитная девушка знает горечь одиночества, мелкие любезности жизни на поверхности общества, считающиеся такими важными в отношении мужчин и женщины, меркнут перед более глубокими трагедиями, в которых она должна играть свою роль и где никто ей не поможет. Молодая жена и мать, имеющая доброго мужа, способного защитить ее от невзгод жизни и обладающая материальным благополучным положением в обществе, чувствует себя в относительной безопасности. Но чтобы управлять хозяйством, иметь желание влиять в обществе, поддерживать своих друзей и увлечения мужа, воспитать должным образом детей, она должна обладать здравым смыслом, мудростью, дипломатии и знанием человеческой натуры. Для всего этого ей нужны те же доброветели и черты характера, которые не обладают самые успешные государственные дети. Это уже более, знаете, уже более. Здесь как-то вот немножко так это... А вот это вот на самом деле очень круто написано. Надо еще раз так почитать. И тут я еще раз почитаю. Но чтобы управлять хозяйством, иметь желание влиять в обществе, поддерживать своих друзей и увлечения мужа, воспитать должным образом детей, она должна обладать здравым смыслом, мудростью, дипломатии и знаниями человеческой натуры. Для всего этого ей нужны те же доброветели, и черты характера, которыми обладает самый успешный государственный деятель. Необразованная женщина, привыкшая подчиняться, не сможет преуспеть ни в одной из сфер жизни. Вообще вот о чем идет речь. Знаете, вот немножко здесь как-то... Я посчитала, здесь немножко такое отвлечение есть. А речь идет быть великим, значит быть способным обрести самостоятельность. А самостоятельность, в принципе, идет женщина, имеется в виду. Вот. Но общество утверждает, что женщине не нужны знания мира, либеральное образование, направленное на развитие личности и ее адаптацию в обществе. Однако без всего этого счастье женщины невозможно, и она в одиночку терпит страдания и унижения. Положение слабых и невежественных в дикой погоне за ценой жизни это действительно жалкое зрелище, их просто стирают в порошок. В возрасте, когда удовольствия молодости остались позади, дети выросли, обзавелись своими семьями и покинули отчий дом, когда уже некуда больше спешить, и старое кресло и камин стали излюбленным местом времяпрепровождения, мужчины и женщины должны вспомнить о своих ресурсах и заняться своим развитием. Если они не любят читать книги, не интересуются актуальными вопросами современности и не следуют за проведением реформ, имеющим к ним самое непосредственное отношение, у них вскоре разобьется слабоумие. Чем больше мы поддерживаем и развиваем функции мозга, тем больше сохраняем ясность ума и период активности жизненной деятельности. Если женщина, принимающая активное участие в общественной жизни, чувствует свою ответственность за законы, регулирующие систему образования, дисциплину исправительных учреждений, санитарных условий наших жилищ, общественных зданий, улиц, коммерцию, финансы, внешнюю политику и другие вопросы, то есть самостоятельность будет по меньшей мере достойна уважения. Такую женщину не будут интересовать интриги или сплетни. Сколько бы ни существовало теорий о зависимости женщины от мужчины, в самые ответственные моменты ее жизни, он не в силах взять на себя ее тяготы. Главная причина для открытия каждой души, каждой душе двери в широкий мир человеческих обязанностей и удовольствий заключается в развитии личности. И для этого, несмотря на любые обстоятельства, имеются все необходимые ресурсы. Когда люди познают себя и свои внутренние возможности, они создают собственный мир, огромную империю, в которую не могут вторгнуться ни один король или тюремный надзиратель. Когда люди познают себя и свои внутренние возможности, они создают свой мир. Кстати, очень образованная, я так понимаю, эта женщина была очень образованная, Элизабет Стэнтон. В этом и заключается ценность свободной мысли и широкой культуры. Они привносят комфорт и солнечный свет даже тогда, когда человек отрезан от всего остального мира и заключен в четырех стенах тюремной камеры. Поскольку женщины разных возрастов, схожая судьба, разве не следует им искать спасения в либеральном образовании? Их страдания в тюрьмах, в долгих изнурительных шествиях, в Штатах, где они работают бок о бок с мужчинами, несомненно, вызывают к той самоподдержке, которую могут им дать самые возвышенные чувства героизма. Разве женщины ждут, когда мужчины укажут им путь к спасению, когда среди ночи они просыпаются в доме, охваченные огнем? И разве мужчины, в равной степени сбитые с толку и задыхающиеся от удушливого дыма, способны сделать что-то большее, чем спасти себя? В такие моменты даже самые робкие женщины проявляют удивительную смелость и героизм, спасая своих мужей и детей. А посему, раз женщина в разной степени разделяет радости и печали времени и вечности, мужчине должно быть несложно предположить, что она может не только молиться в церкви, но и стоять у избирательной урны, как у престола благодати. Ничто так не располагает к самостоятельности в суждениях и не будет совесть, как личная ответственность. Ничто так не поддерживает чувство собственного достоинства, как признание независимости личности, ее права на равенство, заслуженное личными достоинствами, а не искусственно приобретенное по наследству благодаря богатству, семейным связям и занимаемому положению. Итак, сознание, что ответственность жизни делится поровну между мужчиной и женщиной, что судьба у них общая, нельзя отрицать, что они нуждаются в одинаковой подготовке к жизни и вечности. Думаю, может, я с более крупным планом как-то снять, или так, хорошо ли, или в ту сторону теперь, разверну в ту сторону. Давайте. Что, стульчик я сейчас поставлю в ту сторону. Вы смотрите мою очередную программу, вернее, продолжение сегодняшней. Несколько раз я снимаю эфиров в моей творческой студии «Позитивного мышления», «Сила позитивной мысли». Татьяна с алмазным. Кто, сайт, читал с большим интересом. Это, знаете, я смотрела, конечно, у меня эта книга уже давно, «Наука быть великим». Ну, у меня был другой экземпляр в Америке, так что вот. А сейчас с большим интересом я даже вот эти приложения не читала, не все, огромное количество, огромная у меня библиотека была в Америке, так что вот, занимаюсь позитивным мышлением, смежными науками, с 2002 года, в настоящее время. Это я не читала, в общем, с большим интересом читаю, с большим интересом читаю. Ну, некоторые, как бы, честно говоря, как бы даже что-нибудь такое вычеркнуло, но, в общем, да, читаю как есть. В общем, читаю. А в рамках моей творческой студии позитивного мышления. Так что вот. Я вот подумала, может быть, мне надо было, конечно, отрывки, но я почему-то решила эту речь прочитать полностью. Когда я тут стала, в общем, на самом деле, то, что половина из того, что я прочитала, она сказала, что я с этим как-то не очень согласна, что мне уж как-то странно мне показалось, и какая-то, в общем. Ну, может быть, это, знаете, было больше ста лет назад, то есть надо это учитывать. Надо это учитывать. На чем я остановилась? Героизм. Ну, ладно, давайте я. Болтовня об ограждении женщины от жизненных ворь, не более чем насмешка, поскольку эти вори обрушаются на нее со всех сторон, точно так же, как и на мужчин. Разве что последствия гораздо плачевнее, ведь мужчины объяснили, как постоять за себя, дать отпор, пойти в наступление. Сколько бы ни существовала теория о зависимости женщины от мужчины, в самые ответственные моменты, моменты ее жизни, он не в силах взять на себя ее тяготы. В одиночку идет она к воротам смерти, чтобы дать жизнь новому человеку, приходящему в этот мир. Никто не может разделить ее страхи и смягчить боль, и если ее печаль больше, чем она способна вынести, эти женщины в одиночку уходят с далекого неизвестности. И так вот пишут. Такая вот речь у этой женщины. Ну, в общем, да. Гуманность еще не поднялась до уровня самопожертвования, поэтому, если бы нам этого не хотелось, одна душа не может взять на себя тяготы другой. Даже Иисус, будь то на дорогах Палестины, в молитве на вершине одинокого холма в Генсиманском саду, перед супийским местом Пилата, преданный одним из своих учеников, во время последней вечери, распятый на кресте, чувствовал себя бесконечно одиноким. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» воскликнул он в агонии. И пусть присутствуют друзья, любовь, доброта, сочувствие, но в моменты триумфа и трагедии каждый смертный остается один на один с самим собой. Когда все искусственные препятствия будут сокрушены, и женщину признают как личность, ответственную за то, что ее окружает, вполне подготовленную ко всем требованиям жизни, когда свободная мысль и высокая культура позволят ей реализовать свои внутренние резервы, когда она будет следовать голосу собственной совести и жить своим умом, когда в целях самозащиты она разобьет свое тело и научится владеть оружием, когда компетентность в деловых отношениях и радость, которую приносит финансовая независимость, будут поощрять ее к самостоятельности. Так вот, когда женщина получит такую закалку, она обретает силы, чтобы выдержать годы одиночества, выпадающие на дому каждого, независимо от того, готов или нет к ним человек. Чтобы полагаться на себя в экстремальной ситуации, нужна мудрость. А мудрость – это качество полноценно развитой личности. Когда женщины проявляют мужество и героизм, какая школа их этому научила? В такие моменты гуманность поднимается над всеми учебными догмами, свидетельствует о том, что природа – это самый великий учитель перед лицом опасности и смерти. Правда заключается в том, что женщины уже сравнялись с мужчинами во всем, что касается развития мыслей, искусства, науки, литературы и государственной деятельности. С помощью телескопа они изучают небесный свод и воссоздают историю планет. С картой и компасом ведут корабли по бескрайним морям и океанам. Умелой рукой посылают электрические сообщения по всему миру. Они на веке запечатлевают на холстах красоты природы и человеческие добродетели. А несрачные куски мрамора превращают в ангелов света. В музыке они говорят на языке Мендельсона, Бетховена, Шопена, Шумана и достойно интерпретируют их великие мысли. Они преуспели в поэзии и прозе, затронули ключевые реформы в религии, политике и общественной жизни, занимают кресло редактора и профессора, выступают в защите в суде, ухаживают за больными в госпитале и готовят с трибуны, и говорят с трибуны и кафедры. Таков тип современной женщины, которой восхищается общество и такова правда жизни, перечеркнувшая ложные теории прошлого. Разве тогда логично удерживать развитую современную женщину в тех же узких политических рамках, что и сотни лет назад. Нет, нет. Механизмы облегчили труд как мужчин, так и женщин. Прялки давно оставить в прошлом. Их место заняли ручки, станки, щетки, стамески. Но самое главное, изменились надежды и амбиции самих женщин. Ну что, и последняя 94-я страница. Сейчас еще одна страничка осталась, дорогие друзья. Может быть, знаете, может быть, это слишком большой текст. Я решила как-то эту речь, как это она, знаете, на другом видео я начала ее читать. Решила, что на этом видео я полностью прочитаю. Хотя, в принципе, с моей точки зрения, такая неоднозначная речь. В общем, неоднозначная, но так написано. И так решил Волос Воттл сопубликовать в своей книге «Наука быть великим» и эту речь в конце как приложение. Так что вот. Мы видим вескую внешнюю причину для свободы и развития личности. Но в том, что касается самостоятельности каждой человеческой души, наблюдаем также необходимость проявления смелости, свободы, суждений и тренировку мая тела не только у мужчин, но и у женщин. Чтобы не говорили о способностях мужчины быть надеждой и опорой в обычных условиях, перед самым опасностью женщина должна в одиночку нести все тяготы и незгоды. Ангел смерти и ее прокладывают ей королевскую дорожку. А, ангел смерти не прокладывают ей королевскую дорожку. Не прокладывают. Любовь мужчины проникает только в солнечные дни нашей жизни. Любовь мужчины проникает только в солнечные дни нашей жизни. В моменты же торжественного одиночества, стоя на пороге неизменного и вечного, каждый остается наедине с самим собой. Тем не менее, каждый из нас всегда несет в себе самостоятельность, более недоступную, чем вершина ледника, более глубокую, чем море, самостоятельность личности. Наша внутренняя суть, высшее Я, это то, чего никогда не касалась рука человека или ангела. Оно скрыто от глаз больше, чем пещер гномов древних волшебников. Как интересно. Давайте лучше о волшебниках. Что ты тут полбал и она сейчас скажет по поводу речи. даже не знаю, что сказать. Я думаю, господи, пропустила сегодня эту ингофаторскую машину. что, я бы сказала, давайте лучше. Я подумала сделать такой какой-то, в общем, сейчас я с Татьяна Сомана выскажу, что там они уже лесят. Сейчас Татьяна Сомана скажет, что она по поводу них думает. Ох, там вдалеке летит. Давайте это читаем, здесь полстраницы осталось. Я подумала, может быть, знаете, как-то почитать. В общем, я уже я уже пожалела, что эту речь стала читать. Я не знаю, что вам сказать. Надо было сделать умное лицо, надо было сделать умные глаза, умное лицо. Я уже, честно говоря, как же вам тут это мило сказать. Увидев слова гномы и волшебники, я подумала, может быть, мы лучше книжку Симарон. Возьмем Симарон, почитаем. Вот это Трусы на люстру. это вообще. В общем, ладно, дайте, не понял, дайте, дочитаем. Дайте полстраницы осталось. Я подумала, думаю, нажать, нажать это видео, записывай. Я надеюсь, этот компьютер, мой волшебный донбук, это записывает. Я ж не зря, это понимаете. Я, честно говоря, когда вот что-то такое в книгах, я такое вот что пролистываю. На самом деле, когда я для себя, и вот это у меня много такое пролистываю. Знаете, я просматриваю, и основной, я бы здесь подчеркнула только несколько предложений. И, в принципе, есть какие-то жемчужины. В принципе, в этой речи есть жемчужины. Вот. Но большая часть я бы сказала, что я даже не знаю, как вам прокомментировать. Я бы не стала это читать, я бы быстро голосами пробежалась. Вот. И сейчас я уже раз в десять пожалела. Что я, в общем, как-то... Да я, я сказала, мама, вам всю книжку Блаватской не читала. Знаете, а сейчас у меня нет, у меня сейчас нет библиотеки книжку Блаватской, но я могу вам на интернете и начать читать Блаватскую, понимаете, вот эту... Каким языком написано? Я не знаю, там, засыпаешь на второй минуте. Засыпаешь, засыпаешь на второй минуте и начинаешь искать глазами симпатичных мужчин. Ну, все, давайте дочитать. Не будем отвлекаться. Не будем отвлекаться. В общем, да. Ну, конгресс. В конгрессе они на все такой, что у меня там такое, в общем, это... Ну, давайте, ладно. Все тут волшебники были. А волшебник? Ближе, ближе как-то это... Так, давайте, где тут, где эта штука была? Оно... Наша внутренняя... Наша внутренняя суть Высшее Я. Это то, это то, чего никогда не касалась рука человека или ангела. Она скрыта от глаз, больше, чем пещеры гномов, древних волшебников. Это в скобочках написано. Священная обитель Оракула, предсказателя будущего. Тоже в скобочках написано. Тайные обряды кого-то, каких-то или весь... элепсинских, элепсинских мистерий, доступные только посвященному. Не знаю, вот как-то она знает, знаете, знала, эта женщина, что есть такие, такие элепсинские мистерии, доступные только посвященному. Кто, я вас спрашиваю, может осмелиться отнять права и обязанности у человеческой души? Ответ очевиден. Никто. Лучше всего... А это я уже читала на моем другом видео. Знаете, есть какие-то такие, в принципе, да. Опять запах. Что-то сигарами запахли? Чем? Там, кто-нибудь слушает, какой сигар? И слушает, короче. Глаза, здесь уже осталось. Я, в принципе, уже читала это. Сколько у меня есть видео? Сейчас уже 38 минут. 38 минут позитива. Со мной, с Татьяной Салманной, Максу, с Эйфу, где-то, давайте тут еще, давайте уже немножко осилим. Ой, да. Я как-то уже углубилась. Я думаю, это природа, солнечный день. Я думаю, хотел еще ужин готовить. Лучше бы я начала ужин готовить. Картошечку сейчас сварил бы, с рыбкой, у меня банк рыбы открыта. Лучше бы я ужином занялась. Лучше бы я, думаю, занялась ужином, приготовила бы уже ужин вместо этой речи. Поставила бы здесь мой такой столик, это ресторан, это гранд-ресторан, кафе красоты, это ресторан, кафе красоты до бьюти, вот, уже, знаете, уже кушала бы картошечку, вареную с этими, со шпротами, с салатиком, с помидор, огурцов, с бутербродами, с черной икрой, и читала бы лучше «Веления Сан-Жермена». Лучше бы книжку Сан-Жермена попрочитала. Ой, ну ладно, ладно, что сделать? В следующий раз мне нужно как-то мне просматривать это, в общем, что-то вот это. Ну, ладно, давайте. Ответ очевиден, никто. Лучше всего об этом сказала английская королева Елизавета Первая. Я благодарна Богу за то, что он наделил меня такими качествами, что окажусь я за пределами королевства в одной ночной нижней рубашке, нижней юбке. в нижней юбке, то смогла бы жить в любом месте христианского мира. Я не знаю, она тут сказала в рубашке, знаете, оказаться в юбке, в одной юбке, где-то там непонятно где, но все так написано, в одной нижней юбке. В общем, ладно. Если вы не можете сказать то же самое о себе, тогда я попрошу вас принять в свое сердце слова Елизавета Кейди Стентон. Быть великим значит быть способным обрести самостоятельность. А, на этом кавычке, это вот эти вот, вот эти строки, это написал, наверное, Волс, Воттл, вот этими строчками, это его, наверное, строки. Если вы не можете сказать то же самое о себе, тогда, тогда я попрошу вас принять в свое сердце слова Елизавета Кейди Стентон. Быть великим значит быть способным обрести самостоятельность. Ну, из этого нужно сделать вывод, что нужно прилагать, знаете, нужно быть самостоятельным, нужно быть самостоятельным, так что вот. Давайте еще немножко по тренировку разума почитаем. Ах, такая музычка, машина с музычкой есть, 75-я страница. Тренировка разума. В этом видео загружается тренировка разума. Прежде, чем приступать к выполнению ментальных упражнений, нужно отчетливо представлять себе их цель. От механического повторения магических фраз, молитв и заклинаний не будет никакого толка. Ментальные умственные упражнения это не повторение слов, это продумывание конкретных мыслей. Вот, смотрите. Ментальные умственные упражнения это не повторение слов, а продумывание конкретных мыслей. Фразы, которые мы, не знаю, получаются, получается что? Как же мантры? Наталья Правдин, в общем, читаем, читаем книжки из моей библиотеки, это моя творческая студия, позитивное мышление, силы, позитивные мысли, в общем, читаем, изучаем. А как же Наталья Правдина советует мантры читать по 108 раз, мантры? Понимаете, получается у них разные подходы. Вот, здесь советуют одно, а Наталья Правдина немножко совершенно противоположное, в общем, как-то вот так. Мы читаем дальше. Фразы, которые мы постоянно слышим, становятся убеждениями. Говорю, идет там, мысли, регулярно вращающиеся у нас в голове, становятся привычными, делают нас теми, кто мы есть. Цель умственных упражнений – формирование устойчивой мысленной установки. При правильном их понимании и выполнении они приносят вам огромную пользу. В противном случае и так делают большинство людей, от них не будет никакого толка. Выделите для занятий от 20 минут до получаса свободного времени и устроитесь поудобнее в кресле с регулируемой спинкой. на диване или постели. Но это точно, я точно знаю, надо сидеть на стуле читать, в шикарном кресле, чтобы все удобно. Ну, в принципе, так и нормально. Ну, в общем, по-моему, что. В общем, да, на стуле, в шикарном, на шикарном диване, кресле. Если в течение дня у вас нет такой возможности, тренируйтесь перед отходом ко сну или утром после пробуждения. Для начала перенесите внимание на свое тело, медленно следуя от пальцев ног до макушки и отпуская каждую мышцу. Вот, предлагаю расслабиться. И отпуская каждую мышцу. Полностью расслабьтесь. После этого освободите свой разум от всех мыслей, забот и тревог. Глава 21 книги «Наука быть великин». Почувствуйте легкость и внутренний покой. Переведите внимание на подвоночник. Ощутите нервные импульсы в конечности и скажите себе «Моя нервная система в идеальном состоянии. Я полностью владею собой, своим телом». О как, да. Далее сосредоточьтесь на легких и продолжайте внутренний диалог. Я душу глубоко и спокойно. Вундук проникает в каждую клеточку у моих легких и они абсолютно здоровы. Моя кровь очищается и настощается кислородом. Затем переходите к сердцу. Мое сердце бьется спокойно и ритмично. У меня идеальное кровообращение. Даже в конечностях. После сердца обратитесь к желудочно-кишечному тракту. Мой желудок и кишечник отлично работают. Пища переваривается и усваивается организмом. Организм получает все, что ему необходимо. Печень, почки и мочевой пузырь справляются своими функциями без боли и напряжения. Я прекрасно себя чувствую. Затем переходите к разу. мое тело отдыхает, разум спокоен, душа тоже спокойна. Меня не беспокоят финансовые и другие проблемы. Бог живет во мне и во всем, чего я хочу. Он уже дал мне все, что я желал. Я не беспокоюсь о своем здоровье, потому что прекрасно себя чувствую. Вообще великолепные слова. Ни о чем не тревожусь и ничего не боюсь. Абсолютно спокойна и полна любви и надежды. Я полна позитивных мыслей. Я отдаю любовь и получаю любовь. Я и есть любовь. Я нахожусь в мире со всем миром. Я поднимаюсь над всеми искушениями и нравственным злом. Я избавляюсь от талчности, эгоизма и корыстных амбиций. Не испытываю злоба, ненависти или неприязни ни к одной живой душе. Я всегда поступаю и буду поступать в соответствии со своими высокими идеалами. У меня все хорошо. Жизненная позиция в мире все в порядке. Он совершенен и движется в прекрасном завершенности вместе со всеми общественными политическими и экономическими институтами. Все люди мои родные друзья знакомые и соседи тоже совершенные. В мире нет и не может быть ничего лишнего и не идеального, кроме моей личной позиции. Поэтому я выбираю правильную позицию. Я полностью доверяюсь Богу. Дальше идет поружение, дефекация, идеализация. В общем, на самом деле уже 48 минут почти я заснимаю мое видео. Там видео у меня уже загрузил. До этого я засняла мое видео, я немножко позагорала. Сегодня полчасика, минут 35 приняла душ в моей ванной комнате и позагорала. Это видео я еще не загрузила. Я надеюсь, что мой волшебный компьютер заснял это видео. Иногда бывает немножко так. Я надеюсь, что заснял мой компьютер. Так что вот. Вот такие вот дела. с вами Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Показываю себя крупным планом, портретом. Показываю